Слово «дедовщина» в армии корнями уходит вглубь на многие десятилетия. Она была, есть и возможно будет. Некоторые считают, что вся соль армии заключается именно в этой иерархической системе. Мол, юноши именно там обретают мужественный характер и вырабатывают свое терпение. Однако все должно быть в меру, считают правозащитники. В 2018 году произошла вспышка трагических событий в армиях Кыргызстана. К примеру, Куан Молдалеев во время несения срочной службы по гранотряде города Талас неоднократно подвергался избиениям со стороны военнослужащего. Контрактной службы в итоге ослеп на один глаз. Все началось в июне прошлого года, когда один из контрактников ударил меня автоматом в височную часть головы левой стороны. После чего меня возили по больницам села Кукой, после чего поместили в санчасть. Тогда я уже начал терять зрение левого глаза. Мне приказали никому об этом не говорить. Я молчал. К концу июня этот же солдат меня снова избил. Я пробыл 42 дня в санчасти без особой медицинской помощи и полностью потерял зрение. По данному делу на сегодняшний день возбуждено уголовное дело, но до сих пор, а уже больше полгода, обвинение никому не предъявлено. Уголовные ответственности должны привлечь не только сержанта, но и командира отряда и начальника медчасти, которые своевременно не содействовали в оказании квалифицированной медпомощи и скрывали преступления. В течение восьми месяцев со стороны военной прокуратуры отсутствуют какие-либо действия в рамках закона. Такие случаи в Кыргызстане происходят каждый год. Кто-то так и умалчивает, боясь показаться слабым, а кто-то говорит, но виновники остаются безнаказанными. Напомним, что в прошлом году скончался 18-летний арзбек Байсалулу в колонии номер 19 села Джанаджир во время несения службы в результате огнестрельного ранения. По версии следствия, это был суицид. По данному факту, не было возбуждено уголовное дело или же ужасный случай в городе Майлюсук, где сержанту Руслану Сапарбаеву ампутировали обе руки. Из-за ожога в четвертой стадии юноша повредил руки, когда хотел взять медь из распределителя высокой напряженности, дабы продать его и отдать деньги офицеру и контрактнику, которые вымогали у него деньги, а при отказе жестко избивали. На данный момент по данному делу проходит судебное разбирательство во второй инстанции. С июня месяц. Вот Аллатов полигон и Майлюсу, и утонул, там застрелился. Может быть, вы знаете, в Ленинском районном суде внутри солдат-срочник застрелился, он конвоировал. Необходимость усиления контроля, гражданского контроля как со стороны родителей, так и независимых гражданских активистов. И плюс необходимо усилить работу омбусмана, необходимо, чтобы национальный центр по предупреждению пыток почаще ходил. В свою очередь, военная прокуратура по этим вопросам высказалась таким образом. Молдалиева он ударил автоматом, но в целях установления, чьим автоматом он ударил, то есть сейчас проводятся проверочные мероприятия, потому что в целях установления, кто получал в тот день оружие, мы назначили судебно-почерковическую экспертизу 26 декабря 2018 года. Сейчас заключение экспертизы пока не готово, в связи с чем сейчас именно в целях установления, чьим именно автоматом мы сейчас проводим мероприятия. В целом, такой подход государства способствует продолжению преступлений и не даст положительных результатов в предупреждении профилактики травматизма и гибели солдат срочной службы. Поэтому правозащитники обратились к президенту ООН и главнокомандующей республики взять этот вопрос под личный контроль. Айда Матбекова, Тыщник Кольбаев, Нью-ТВ.